В Бендерах простились с российским военнослужащим, погибшим в боях под селом Александровка Херсонской области Украины. 28-летнего Дмитрия Седлецкого, уроженца города Бендеры, проводили в последний путь на Борисовском кладбище. Торжественная церемония прощания и захоронения праха прошла с воинскими почестями на квартале защитников Отечества. «Разрешите мне выразить слова соболезнования и скорби всем родным и близким Дмитрию. Волей судьбы он выполнял свой воинский долг далеко от своего дома. Мы склоняем свои головы перед вами, Ориен Юрьевна, за то, что воспитали настоящего мужчину. Мужчину не по какому-то половому признаку, а мужчину по твердости характера, силе воли, силы духа. Это примеры подражания для всех нас, от рядового до самых высших чинов. Мы приносим искренние слова соболезнования. Мы сегодня с вами. Светлая память Дмитрию. Пусть земля ему будет пухом. Родная земля ему будет пухом. Конечно, очень тяжело провожать человека в таком возрасте. Но он по-настоящему показал, что в жизни всегда есть место подвигу. И он этот подвиг совершил. Закрыл собой раненого товарища. Такие герои, именно такие, делают историю. Это подвиг настоящего патриота, настоящего россиянина, настоящего пренестровца. Дмитрием мы всегда будем гордиться. Потому что именно о таких людях, как Дмитрий сказал поэт, не говори с тоской, их нет. А с благодарностью были. И эту память в сердце мы пронесем всегда. Потому что такое не забывается. Я думаю, что это должно быть примером, этот подвиг, примером для подражания стойкости, мужества, отваги всех молодых людей, которые сейчас учатся в школе, в учебных подразделениях, заведениях нашего города. Это по зову сердца, по увелению души поступил человек, молодой человек, зная, что это смертельная опасность. Но тем не менее он поступил так. Мы гордимся им. И я надеюсь, что в школах, где он учился, где он жил, будет не только помнить, но, возможно, и будет установлена умеренная доска о том, что здесь жил такой-то герой. Об этом еще напишут. Я уверен. И только в газетах. В марте этого года бендерчанин погиб при исполнении воинского долга, спасая раненого товарища. 25 апреля он был посмертно награжден Орденом Мужества указом президента России. Мы пережили 92-й год. У меня погиб муж, и сын воевал. Поэтому такой молодой и, как говорится, с будущим мог бы жить и трудиться. К сожалению, мы сегодня с ним простылись. Понятно боль родителей, понятно боль родственников. Каждой матери, каждому отцу очень тяжело прощаться с детьми, которые еще могли бы много дать в жизни и внуков, и детей. Но, к сожалению, судьба распорядилась так, и поэтому вечная память ему. И дай бог, чтобы у нас все было мирно и тихо. Свою жизнь с вооруженными силами Дмитрий связал в Волгоградской области, где, отслужив срочную, продолжил службу по контракту. Принимал участие в военной операции в Сирии. В Волгограде прощание с Дмитрием проходило 21 апреля, на которое пришли друзья и товарищи представителей Министерства обороны, Городской думы и органов исполнительной власти. За церемонией прощания тогда в режиме видеоконференции наблюдали родные Димы из Приднестровья. И вот спустя пять месяцев его родные, близкие и все неравнодушные люди смогли лично проститься и предать его прах родной земле. Тоже такая же аллея славы есть в Волгограде. Но мы решили с дочкой, с его мамой, что кремировать и привезти сюда прах. Так и получилось. И вот сегодня мы это дело проделали и произвели захоронение. Жалко, конечно, очень жалко, но это судьба. Он избрал себе этот путь. И мы гордимся, и нам за него не стыдно. Он был хороший мальчик, он никому зла не делал. У него ни врагов не было, ни одного врага у него не было. Короче, он хороший человек. Спитывался без отца. Мы старались его заменить. Как получилось, Бог судья, что он оказался порядочным человеком до самого конца. По просьбе родственников и общественников российские миротворческие силы на территории Приднестровья по согласованию организовали захоронение с воинскими почестями бендерчанина и военнослужащего России. Продолжение следует...